Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Самый высокий женский голос страны, но мы это еще сможем заценить, оценить. Светлана, привет. Здравствуйте. Мы тебе очень рады. Взаимно. Я всегда к вам с радостью прихожу, уже не первый раз. Да. Света, у меня сразу к тебе вопрос такой. Ну, понятно, у тебя много регалий, мы сегодня будем говорить о классической музыке. Вот то, что сейчас ты слышишь из популярной музыки, да, современной, какая твоя оценка? Тебе нравится? Все-таки у тебя совсем другой жанр, так скажем. Ты отслеживаешь то, что есть в поп-индустрии? Если честно, нет. Я практически не отслеживаю популярную музыку. Я больше отслеживаю новшества в классической музыке. Мне это ближе, интереснее. Но я работаю в этой области. Мне интересно открывать для себя новые колоратурные сопрано, открывать какие-то новые техники. Из популярной музыки я предпочитаю даже вот так еще ныне популярных артистов, но, может быть, не совсем прям таких современных. Мне очень нравится Дженнифер Лопес, например. Как ни странно, мне очень нравится ее энергетика. Я, если честно, иногда, когда мне перед выходом на сцену не хватает какого-то задора, драйва, да, я иногда слушаю ее концерты. А как вокалистка, как она тебе? Как вокалистка именно. Вы знаете, мне очень нравится ее точное смыкание голосовых связок. Она поет очень точно. Если честно, если ее слушать, даже голосовой аппарат, даже оперного певца, он может настраиваться положительно. Вот, поэтому ее вокализация не мешает, она не сбивает. То есть она может быть даже камертоном, когда ее слушаешь, сам настраиваешься. Ну, в какой степени, да. Она чистенько поет, очень красиво, нежно. И опять-таки энергетика в голосе. То есть, несмотря ни на то, что он такой не сильный голос, да, это не показатель. Свет, сейчас, значит, на вершине хип-хоп, рэп. Говорят, скоро рок вернется. Что интересного происходит в музыке классической, да? Что там? Какие там повороты судьбы, крутые. Какие там звезды, какие там новые треки. Тенденции, может быть. Мы делаем развороты классической музыки сейчас. И, если честно, мы сейчас смешали именно с роком. Вы прям попали в точку. Да, у нас некоторые произведения в нашем новом концерте. Вот давай, расскажи нам. Да, в нашем новом концерте есть замечательный композитор Евгений Кобылянский. Жене большой привет. Да, Женя, привет. Вот. Он создает для нас совершенно потрясающие композиции. Делает невероятные аранжировки классических арий. И, конечно, мы добавляем туда разные стили музыки, мешаем, экспериментируем. Но так как Евгений, он такой классический музыкант, с классической хорошей базой музыкальной, он все это делает очень вкусно и интересно. Поэтому, если вернется мода на рок, то мы будем первоначальниками к этому. Евгений Кобылянский подарил нам классического лепса. Когда-то. Натали, вот Али мой. Да. Да, совершенно верно. Рок-опера ты имеешь в виду, да? Что тоже могут возвращаться как жанр такой волной. Ну, он сейчас очень популярен. Ну да. Рок-опера Моцарт замечательная есть. Очень много рок-опер. Есть ли молодые композиторы? Популярные. Молодые композиторы, которые пишут классическую музыку. Может быть, с элементами рока, там, кроссоверы. Вот здесь как? Они, конечно, есть. Но мой фаворит Женя Кобылянский. Потому что, если честно, все, что я слушала, мне тоже очень нравится. Но, не знаю, возможно, мы просто с Женей сейчас так сработались, что настолько мне это близко, настолько я это тоже слышала именно вот в таких формах. Что-то не слышала в таких формах, но когда услышала, мне это очень нравится. Вот еще не было ни одной композиции, которую он предложил, и она мне как-то не зашла в меня, как в артиста. Дорогая Света, в нашу жизнь уже входит ощущение близости Нового года. И что же классическая музыка нам, меломанам, может предложить? Ну вот я приглашаю всех на наши концерты, которые будут 26 и 27 декабря в зале Крокос-Вегас-Сити-Холл. Так. Будут три концерта подряд. 26 в 5 вечера и 27 предложено два концерта в 12 дня и в 17.00. Прямо перед Новым годом. Прямо накануне Нового года. Дело в том, что действительно это опять рождественская сказка, о которой мы в прошлый раз говорили. Год назад, друзья, да. Но теперь, год назад мы делали рождественскую сказку в Кремле. В этом году мы переехали в Вегас-Сити-Холл. Нам зал очень понравился своими техническими возможностями. Мы там имеем возможность запустить воздушных гимнастов, которые там будут летать на зрительном зал. Там очень много спецэффектов, которые у нас есть возможность осуществить. В рамках сделать такой не просто классический концерт с хорошей музыкой, но и сделать элементы шоу. Сделать очень красивые номера. То есть целое представление. Целое представление. Будет ли там элементы спорта, например, потому что написано «Рождественская сказка Олимпия». Олимпия, мы подразумеваем. Во-первых, здесь очень много ассоциаций. Есть в моём репертуаре ария «Куклы Олимпия». Такой мой хит. Я её раньше исполняла на пуантах. В этом году будет предложена уже другая интерпретация этой песни. Её зовут эту куколку Олимпия. Это из сказок Гоффмана, который написал Жак Оффенбах. Мы, в общем-то, разворачивается событие, потому что сказка у нас прописана. У нас есть сценарный план. У нас будет целая история. Ух ты, драматургская и всё. Да, которая будет попадать, знаете куда, неожиданно, в интернет. В интернет. Пространство. И вот по этим файлам гулять. И кукла тоже, её будет захватить вирус. И она будет превращаться в царицу ночи. Друзья, кто играет роутер в этой постановке, узнаете очень скоро. Оставайтесь, не переключайтесь, мы скоро вернёмся. Фэнтези-опера есть такой. Лучшее в стране. Дамы и господа, Светлана Феодулова по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Фея переместилась. Самый высокий голос на планете Земля. Самая высокая колоратурная сопрано. Но сейчас мы не будем ставить рекорд, правильно? Можем. Можем? Мы за радость. Не, ну. Это какая частота, кстати, Света? Какая частота звука? А сколько-то килогерц, наверное, да, получается? Я сейчас не помню. 14 тысячам килогерц у меня был рекорд. К 15 тысячам килогерц. Я так давно к ней уже не возвращалась. Слушай, ну а рекорд как вообще ставится? Кто-то приезжает, замеряет. Как это вообще происходит? Что-то происходило. У меня была фа четвертой октавы. Зарегистрирована. Записана хотя до четвертой октавы. Я оставила запасик себе. Четыре нотки на всякий случай. Но потом решила, что я никогда не буду перестанавливать свой рекорд. Даже если кто-то перебьет, не хочу это соревнование. Это же е-спорт. Ну да, конечно. И мне это было, в общем-то, интересно. Как его... Устанавливают, фиксируют. Это экспертиза. Это профессиональные эксперты приезжали. Независимые свидетели, нотариус. Все документы переводились на английский язык. Была фотосессия, видеосъемка, профессиональная запись студии. Сразу все это запечатывалось, в конверте отдавалось. Слушай, ну это ты подала заявку или тебе предложили? Надо вот попробовать. Или ты так возникла идея, ты надо реализовать? Я была в Италии на фестивале. И случайно там от страха, если честно, напела очень много высоких нот. Я просто сбилась со счета. Я туда ушла совершенно высоко. И очень это понравилось педагогам. И они говорят, Свет, тебе нужно установить рекорд. Страх это твое. Потому что вот так вот на словах никто не верит. И ты тоже, тебе не дают возможность распеваться педагоги. Ну ты можешь, мы это услышали. И мне действительно мешало, что педагоги боялись меня распеваться. Некоторые говорили, что я придумываю. Они просто не слышали выше 14 тысяч. Такого не может быть. Ну вот. И когда мне... Предложили, доказали. Преподаватель дала такую идею. Я подумала, почему бы и нет, надо это осуществить. Я не думала, что это будет какой-то мой статус потом в дальнейшем. Или что-то мне это даст. Я просто решила установить для себя, получить эту бумажку. И потом... Но сейчас это уже некий бренд. И мы хотим услышать вживую. Что мы сейчас послушаем, Свет. Да, что мы сейчас увидим, услышим. Ой, сегодня так хорошо у вас в студии. Поэтому мне очень захотелось сегодня спеть роман с Рахманиновым. Здесь хорошо. Ой. Смотрим, слушаем. Мы готовы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Здесь нет людей, здесь тишина, здесь только боль. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Страна ФМ. Мы вам рассказываем потихонечку в течение этого часа про то, где можно 26 и 27 декабря отлично провести и музыкально провести свое время свободное. Да и вообще просветиться, потому что Света так или иначе занимается еще и просвещением, воспитывает детей, да, потому что, ну, как бы надо приучать классической музыке, ее же не сразу поймешь. Ей надо учиться. Не в 40 же лет начинать. Да можно и в 40. Можно и в 5. На самом деле очень здорово воспитывать музыкальный вкус у детей с малого возраста. Чтобы она была потом знакома. Даже не то, чтобы, вы знаете, формирует сознание, формирует вообще человеческий мозг. Очень много, вот если вы знаете, есть такая психолог Черниковская в Санкт-Петербурге, которая ставила очень много экспериментов, и в том числе и с классической музыки. Даже делали инфоцилограмму головного мозга человека, и когда мы слушаем Баха, у нас включается мыслительный процесс. Очень здорово слушать Баха. Перед экзаменами. Перед экзаменами. И вообще до учеба. Именно Баха, полифоническую музыку сложной формы многоголосия. Почему? Это на самом деле всё сложное просто. Дело в том, что многоголосие — это наложение мелодий друг на друга. Четырёх голосий, допустим. Четыре мелодии идут одновременно, и каждый из них фоксически главный. И наш мозг начинает выделять какую-то из них. Мы слушаем, обращаем внимание, концентрировались на какой-то одной, а мозг наш улавливает сложную форму и формируется. Ведь у нас нейронные соединения, они все эти вот образовываются, когда маленький организм, он вообще формирование музыки сложной формы. А почему перед экзаменом? То есть сосредоточенность какая-то появляется? Да, да. Появляется сосредоточенность. Делали эксперименты, делали инфициолограмму, что вообще классическая музыка, именно вот полифоническая музыка, форма, она помогает сконцентрироваться, сосредоточиться. То есть поэтому в обучении, вы знаете, спрашивали очень многих нобелевских лауреатов в интервью, какую музыку вы предпочитаете. И они отвечали, мы слушаем Баха. Удивительно, они очень многие слушают Баха. Вот, в общем-то, результат. С чего начать из творчества Баха? Ну, неподготовленному человеку, да? Хорошо, темперированный клавир, замечательные вообще. Вот фуги. На самом деле, что нравится? А можно бы в таких устройствах слушать? Как ты к этому относишься? Ну, то есть, если вот мы говорим про старт, так скажем, про детей. Положительно отношусь. Можно, конечно, я не советую. Даст тот эффект. Да, даст тот эффект, да, конечно. Для мозга. Да, да, конечно, даст эффект. Не обязательно слушать там в суперколонках. Конечно же, это более масштабно сразу представляется. Но если слушать в наушниках, это, может быть, не очень хорошо для слуха. Ну, да, да. Это немножко другие уже моменты по здоровью. Но, в общем-то, конечно же, тоже даёт эффект. Света, о мастер-классах расскажи для детей. Да, сейчас у меня проходит в рамках, вот перед концертом, просветительские такие мастер-классы. Я рассказываю о музыке. Я беру какую-нибудь ребёночку, который подготовил песенку, и мы с ним разбираем эту песню. И работаю немножко с ним по актёрскому мастерству. А песню какую? Которую он подготовил. То есть любую? Я заранее прошу педагогов, чтобы они подготовили каких-то детей, которые могли бы участвовать в этом мастер-классе. И на этом примере раскрываю немножечко голос упражнениями. И также, на самом деле, очень важно для артиста и для ребёнка также это вдохновление. И если ребёнок испугался за кулисами или, в принципе, расположен стесняться, то очень здорово, когда родители могут его правильно настроить. Вы знаете, расскажу. Александр Борисович Градский, он в этом плане замечательный психолог. Твой наставник. в проекте «Голос». И он потрясающе находил подход каждому своему ученику, который у него был в этом проекте. И он понимал, кому какие слова нужны услышать перед тем, как выйти на сцену. И, допустим, кого-то он мог похвалить, да, там сказать, ты великолепный, ты супер, ты потрясающий певец, тебе всё получится, давай. Кому-то скажет, ой, да ты, наверное, не подготовился, там ещё что-то, ну, давай, на слабо. На слабо, да, да. Он к каждому имел такой подход. Удивительно то, что действительно он умел зарядить, чтобы ты вышел либо на спор, либо на слабо это сделал, либо поверил в себя, если тебе не хватает этой уверенности. Это очень важно. Это огромный процент успеха. Потому что можно хорошо подготовиться, испугаться и выйти ничего не спеть. Можно наоборот. Ну, видишь, как ты испугалась и поставила рекорд. Да, вот у меня это так случилось. Ты же не знала, что у тебя такое вообще возможно. Нет, я знала. Ну, не то чтобы, но не практиковала, как бы, да, нужен импульс был какой-то. Но я этого не делала на сцене. Да, я этого не делала на сцене, потому что меня немножко запугали, говорили, это опасно для голоса. А потом, когда, в общем-то, я установила рекорд, и меня стали уже педагоги развивать в этом направлении и развивать эти верха голосовые. Я как бы поняла, что это реально, это не опасно. Да, что тренируется, то развивается. Тренируется, совершенно верно. Вопрос от родителей детей. Где можно узнать подробнее о мастер-классах? Где почитать? На моей страничке sfeodulova.ru или в моих социальных сетях. У нас есть видео, да? Одно из них мы сейчас можем посмотреть вскоре. Что ты нам расскажешь перед? Вот у нас в Фигаро есть видео, да? Да. Давай, предисловие от тебя. Что это такое? Это мужская ария. Нет, ну это понятно. Что в этой видеоработе, которую мы сейчас увидим и слышим? Вот я любитель экспериментов. Так. Как вы уже поняли, наверное, не первый год я экспериментирую. И в данном случае я не первая, кто взялся из женщины исполнить эту арию. Первая была Дина Дурбин. И это была сестра ее Дворецкого в черном-белом кино. Замечательно, она наклеила себе усики и исполнила эту арию. Мне так это понравилось, что я решила сделать номер. В концерте. Потому что очень много для колоратурного сопрано написано такое лирическое, релаксовое. Нужно чем-то разбавлять. Вот у меня кукла веселая, импульсивная царица ночи. А здесь тоже такой юрмористический образ. И мы создали очень интересный тоже образ. Сделали такую картинку, где я выдергиваю зрителя из зала. Постригаешь? Ну не стригу, но перевоплощаюсь. То есть идет какая-то мизансцена. И вот родился такой непростой номер. Вот женским голосом я исполнила в оригинальной тональности эту арию только на октаву выше. Давайте смотреть и слушать. Итак, внимание на экран. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Счастлив с зимой я, Честное слово, Жизнь превосходила, Дельца такого. Вроде меня, вроде меня. Браво, 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 браво! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ряд ли мы, девчонки, Счастье, век на бой, Ясли! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Да, вряд ли найдётся счастливее с такой, Вряд ли найдётся счастливее с такой, Ла-ла-ла-ла, слава мечи, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Днём я и ночью вечно занятий, Все меня ждут на подперебой, Что же быть может лучше, приятнее, Бологородней жизни такой? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но без дефиц telesas, И ты с warmed cre // Пережи был, дыши был, дыши я кажу. И куда бы ни шёл, ты себя держу. Нужен я францам. Вот как подпеть? Нет такой способности.. И как начать говорить? Светланы Феодолова в гостях у телерадио канала «Страна.ФМ» и «Фигаро». Да, у нас был видеофрагмент, ну и аудио для наших радиослушателей. Роскошно. Да, ну, Света, совсем по-другому выглядишь. 26 и 27 декабря, друзья, в Вегас-Сити-Холл приходите, там будет рождественская сказка «Олимпия» и «Не без Фигаро» тоже. Подробности там как раз узнаете, приходите. Сколько артистов задействовано в спектакле? У нас будет солист Мариинского театра, Роман Арнт, у нас будет Николай Диденко, солист новой оперы и Большого театра. И также приглашу, у нас будет балет Большого театра. То есть достаточно много артистов. То есть Большой театр просто переезжает в Вегас на это время. На два дня. И на репетицию. Мы устраиваем такое шоу фэнтези классической музыки. Они тебя в Большой театр не перетянут? Ну, не знаю. Ну, да. Почему бы нет? Это будет хорошо. По поводу рекорда расскажи. Год назад мы с тобой разговаривали. Ты завуалированно рассказывала, что вот готовишься к новому мировому рекорду. Всех подробностей не выдашь. Вот сейчас на каком это этапе? Рекорд состоялся. Мировой. Пока рекорд России. Да, рекорд России. Нужно тут понимать. Там возникла сложность на самом деле с этим рекордом. Мы до сих пор не знаем, как его решить и ведем переговоры. Есть книга рекордов Гиннесса, есть книга рекордов России. То есть книга рекордов России его фиксируют. Дело в том, что его не может посчитать компьютер. Почему? Слабый. Они хотят, чтобы все-таки это было посчитано компьютером. Дело в том, что там такая большая скорость 13 нот в секунду, что компьютер просто смазывает по несколько нот и выдает ее за одну. Хотя визуально слышно, что там допустим, да, то есть там сделано с акцентом то есть вы слышите, что это разные нотки, а он это залеговывает в одну. И вот мы еще нашли такую программу, уже озадачили очень многих режиссеров, чтобы это постараться выявить и действительно подчеркнуть и посчитать количество нот. 13 нот в секунду нам посчитал этот рекорд компьютер, а вот именно посчитать количество нот в самом произведении пока не получается. Но все равно оно было исполнено быстро, количество процентов то есть было исполнено этого произведения как самое быстрое исполнение голосом. Сколько вы найдете, наверное, такой хороший, я вам желаю, по крайней мере, чтобы это было действительно зафиксировано. Ты исполняла Моцарта, да? Да. Было произведение, как оно называется? Ронда, турецкий марш, вот, и все получилось, все как ты задумала? Все как задумано, да, получилось, это, конечно, было событие, потому что было очень страшно. Если честно, произошел даже такой момент, я теребила поясок от волнения за кулисами, да, а на следующем номере у меня этот кафтан должен был распахиваться, я легкой движением руки должна была его раз и перевоплотилась, а я его затянула в узел прямо. В морской узел, то есть я теребила, волновалась, затянула в узел, и, конечно, на следующем номере я весь номер так аккуратненько, аккуратненько пыталась его развязать, господи, что у меня творилось, какие эмоции были, я понимала, что я его затянула, нет, в результате все вышло, и, в принципе, не было так заметно, это только я потом уже понимала, что, да, был такой момент. знает твою страсть к рекордам через год или, может быть, ближе, что ты еще планируешь? Пока с рекордами я решила отдохнуть, если честно, как-то вот сейчас мне очень интересно развиваться музыкально, мне очень интересно делать этот классический кроссовер, очень интересно делать разножанровую музыку и обрабатывать красиво классическую музыку, да, совершенно верно, планируется много гастролей, поэтому вот очень хочется сейчас именно поработать творчески, а не технически, вот, но, возможно, что-нибудь еще родится, то есть осенит, у меня такое бывает, я могу проснуться с какой-то идеей и начать ее осуществлять. У нас еще один ролик есть, я, вот скажи, как правильно произносить. Ой, это тоже мужская арея, что-то мне сегодня так получилось, это Нессундорма. Нессундорма. Дело в том, что... Тоже фрагмент, да, мы сейчас посмотрим? Это тоже концерт из Кремля, которая рождественская искорастка в прошлом году была, но она была исключительно в классической музыке, в классической обработке с живым оркестром, в этом году тоже будет живой оркестр, только будут еще современные инструменты, и сам Женя Кобылянский будет на сцену и будет дирижировать, он даже, у него будет роль в нашей сказке, он создатель куклы, волшебник, вот, и Нессундорма, если честно, тоже я услышала в исполнении Дины Дурбин, и мне тоже очень это понравилось, как она это фантастически спела, мне понравилось, как она звучит в женском исполнении, и я очень люблю открывать концерты этим произведением, оно прям вот создаёт атмосферу, поэтому у нас вот такие вот... давайте мы сейчас кусочек посмотрим, послушаем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.